Добрый вечер, в эфире Киевский радар и я Максим Полей. Время подвести некоторые автомобильные итоги дня, ну и разобраться, что происходит сейчас на столичных дорогах. Для начала о самом резонансном событии второй половины дня. Масштабное ДТП, участниками которого стали несколько автомобилей, произошло сегодня на проспекте науки 88. На Пироговском пути столкнулись сразу же 6 автомобилей, маршрутное такси, грузовик и 4 легковых авто. Спускаясь по проспекту Победы в сторону столичного шоссе, у водителя грузовика отказали тормоза. Машина на скорости 80 км в час понеслась вниз, задев автобус, Chevrolet Aveo. Остановился грузовик только уже при столкновении с другими автомобилями. Больше всего пострадал Deo Nexia, задняя часть которого пришелся основной удар. А эта машина в свою очередь догнала Kia и Hyundai. Водитель последний пытался уйти от удара, выскочив на запретную зеленую зону. Ну, к счастью, никто не пострадал. В аварии этой и на место работала уже полиция. Как видите, достаточно бурные события там происходили. И сейчас на проспекте Победы тоже, возможно, разбираются еще с этой аварией. Но, тем не менее, затруднения с проездом в сторону столичного шоссе перед переездом стоят разбитые автомобили. А, возможно, это уже и новая авария. Вообще, сегодня выехать в Днепру вечером достаточно проблематично. Например, на столичном же шоссе перед подъездом к Южному мосту авария. А также на Саперно-Слободской в том же направлении в сторону Южного моста еще одна мешает движению. Далее, Дарницкий мост у нас абсолютно свободен. Кстати, это отличный путь для грузовиков свыше 3,5 тонн. Объезд моста Патона, на котором теперь это движение для тяжелых грузовиков запрещено. Пока проехать мосту Патона еще весьма проблематично по бульвару Дружбы Народов. Ну и стоит набережное шоссе вдоль Днепра. И выехать на него же несколько сложно по Днепровскому спуску парковой дороги. Там произошла авария. Возможно, она не сильно мешает движению, но с этим разберется наш корреспондент Сергей Адаренко. Он находится на месте и расскажет нам о событиях. Сергей, что там произошло при спуске к Днепру? Витаю Максиму, витаю дорогие глядачи. Особенно варто бути уважными, потому что эти авто стоят так, что их можно не побачить. Дальше, сама авария не суттєва, что называется, не разминулись, а поцелувалися. Дві автівки, пошкоджений серьезных нема, так же, конечно, нема постраждалих, но неприятный инцидент таки трапился. И ждут водители на полицию, а сколько ждать, еще не знал, а уже они тут близко 40 минут. Такая ситуация тут на Парковой дорозе. Далі тобі слово. Спасибо, Сергей. У нас загружена обережна шоссе, хотя мост метро свободен. И, кстати, Северный мост, как на удивление, тоже более-менее нормальное движение. Хотя напомню, что сегодня по Северному мосту будет частично ограничено движение с 8 вечера и до конца воскресенья в направлении станции метро Почайно. Там будут вестись дорожные работы, ремонт деформационного шва. Ну, давайте посмотрим набережну Крещатевскую улицу, пересечение с улицей набережной Рыбальской. Там, как всегда, сложно проехать. Посмотрим, как двигается в сторону почтовый транспорт. Давайте посмотрим и на проспект Победы. Там у нас затруднения, как всегда. Все стараются выехать в сторону запада. Посмотрим на станцию метро Нивки, как она движется. Как видим, еще не очень быстро тянется транспорт. Пробка заканчивается где-то на окружной. Как на подъезде к окружной, у нас есть еще одна камера онлайн. Надеюсь, мы успеем ее посмотреть и оценить ситуацию для тех, кто собирается в сторону запада покидать нашу столицу на выходные. Ну и бульвар Шевченко в центре может стать лакмусовой бумажкой для тех, кто хочет посмотреть, что творится в городе сейчас в самом его центре. Если успеем, посмотрим. Движение пока еще, увы, затруднено. Но, в общем-то, это неудивительно для пятницы. На этом, пожалуй, пока все. Я все-таки желаю, несмотря на все преграды, дорваться вам к своим пунктам назначения и закончить сегодняшнюю пятницу успешно. Счастливой дороги!